Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились сегодня в Минске. Это первый приезд российского президента в Беларусь за последние три года. При этом в России главы государств проводят переговоры регулярно. Семь раз только в 2022 году. В начале встречи Путин в очередной раз напомнил, что Беларусь один из немногих оставшихся союзников России. Не соврал. Хочу отметить, что и так всем хорошо известно, но все-таки надо подчеркнуть, что Беларусь является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Беларусь является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова. В свою очередь Александр Лукашенко ожидаемо призвал Европу прислушаться к, цитирую, «Голосу разума». Россия и Беларусь, как мы часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейским. Надеюсь, что в скором времени там прислушиваются к «Голосу разума» и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства. Защита демократии и прогресса с помощью ограничений и военной силы в отношении наших государств больше не впечатляет даже местных избирателей. По словам Путина, на повестке дня были вопросы экономического сотрудничества России и Беларуси. Однако многие аналитики, включая Институт изучения войны, писали, что российский президент едет в Минск, чтобы договориться с Лукашенко о создании условий для нового наступления на Украину. На то, что обсуждалось далеко не только экономика, указывает и состав российской делегации. Вместе с Путином в Минск приехали глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и другие. В то же время немецкие власти заявили, что обеспокоены визитом Владимира Путина в Беларусь. Официальный представитель канцлера ФРГ объяснил, переживания Берлина связаны с тем, что Минск может расширить помощь России в войне с Украиной. Ну и к нам сейчас присоединяется Кирилл Мартынов, главный редактор «Новая газета Европа». Я хотела бы обсудить сегодняшний визит Путина в Беларусь. Мы теперь на самом деле боимся всех резких и не очень резких движений Путина, потому что они все чреваты какими-то неприятными последствиями. Кирилл, как вы считаете, на самом деле, какие могли бы цели у Путина в Беларуси, который впервые за три года решил лично посетить Лукашенко? С одной стороны, я думаю, что действительно самая такая зловещая цель стараться еще раз надавить на Александра Лукашенко с целью того, чтобы он принял непосредственное участие в наземной войне в Украине. Мы все понимаем, что Беларусь в течение всех этих месяцев является де-факто стороной конфликта, де-факто страной, которая соучаствует в российских военных преступлениях, предлагая в качестве баз свою территорию, свои аэродромы, свой плацдарм для российской армии. Мы прекрасно помним, что со стороны Беларуси уже было одно наступление, и наступление участвовали российские войска. И мне кажется, что идея сейчас заключается в том, чтобы вот этот опыт февральский, мартовский повторить на новом витке войны и объяснить Лукашенко, что у Лукашенко нет другого варианта, кроме как с таким сценарием согласиться. При этом сам Лукашенко фигура в этой ситуации очень двусмысленная, потому что, с одной стороны, он, безусловно, сейчас является фигурой, полностью зависимой от Кремля. Эта ситуация сложилась еще два года назад, после того, как Лукашенко проиграл выборы и вернулся на пост президента на штыках и на российской пропаганде, на российских деньгах. С другой стороны, Лукашенко все еще пытается сохранять некоторую свою субъектность, если так можно сказать. Его тактика заключается в том, чтобы соглашаться на все российские предложения, но при этом говорить, что их реализация, возможно, в некотором будущем, может быть, не столь отдаленном, но точно не сегодня. Вот есть некоторые причины, почему Лукашенко прямо сейчас не может начать войну против Украины. Или есть некоторые причины, почему Лукашенко прямо сейчас не может заявить о том, что Беларусь объявляется частью Российской Федерации. Это его тактика давняя. В нынешних условиях у него очень маленькие пространства для маневров. Но мне кажется, что он будет и дальше стараться тянуть время в надежде на то, что в конечном итоге он сможет присоединиться к победителям в этой войне и избежать прямого участия в ней. Вы знаете, я хотела бы предложить вам сейчас такое обсуждение, не совсем связанное с визитом Путина в Беларусь, но напрямую связанное с Путином. Sunday Times начала подводить итоги года и написала большую такую раскладку материал о том, как война в Украине повлияла на самые разные стороны политической и околополитической жизни мира, и не только России. Там 20 примеров. Я хотела бы вам коротко пройтись по ним, и вот чтобы услышать ваше мнение, насколько вы с этим согласны, и что вы, может быть, к этому добавили. Итак, значит, первый пункт. Война ослабила Путина и Россию. Автор считает, что до 24 февраля позиции Путина казались сильными, но катастрофическая война не оставила ему никаких шансов достойно выйти из ситуации и подорвала его влияние во всех сферах жизни. Я с этим соглашусь, но, может быть, можно добавить, что Путин как бы стал с военной точки зрения, или даже не с военной, а с точки зрения каких-то действий, он стал гораздо более прямолинейным и гораздо более угрожающим всему миру. И в этом смысле он обладает некоторой силой. Но все понимают, что все, если вы помните то, что происходило в феврале и в марте, все абсолютно военные аналитики считали, что Украина сдастся через несколько дней или максимум через несколько недель войны. Эта оценка была общей иллюзией не только российского генштаба, и не только российских политиков, но и мирового сообщества. Этого не произошло. Как будто бы слабая Украина бросила всерьез вызов Путину. Путин воюет совершенно не по его сценарию и воюет уже очень долго. Он вынужден превратить его любимую специальную операцию в полноценную войну, объявляя мобилизацию. И все это, конечно, не указывает на силу этого политика. Вообще сильные политики не используют в качестве единственного аргумента угрозу ядерной войны. Путин делает это регулярно в течение всего этого года. Вот из нового, что еще появилось в этом году, всерьез вернулся страх ядерной войны. На перспективу, как вы считаете, как будет разбиваться манипуляция вот этим важным для мира страхом? У меня, к сожалению, здесь очень прямолинейный прогноз и очень неприятный. Я считаю, что если Путин не будет так или иначе отстранен от принятия этого решения, то ядерная война является неизбежной. По той причине, что если Путин не сможет конвенциональными способами добиться своей победы, под победой он имеет в виду, что все наконец-то признали его правоту и что он имеет полное право делать в отношении Украины то, что он делает, этого не случится никогда, ни при каких условиях. Я думаю, что Путин в этой ситуации, когда война будет продолжаться еще много месяцев и даже, возможно, много лет, в какой-то момент времени попытается отдать приказ о применении ядерного оружия. И все серьезные эксперты, по большому счету, считают, что российская политическая система, российская военная машина, выстроена под то, чтобы такой приказ однажды был отдан. В конечном итоге просто потому, что никаких других серьезных аргументов, которые Путин может выложить на стол, у него не осталось. А я перечислю без комментариев еще несколько пунктов такого общемирового толка. Привлекла внимание к Тайваню, привела к росту инфляции числа забастовок в Великобритании. Тут я хотела бы отдельно поговорить. Заставила более 14 миллионов украинцев покинуть свои дома и создала новую русскую диаспору, которая, по подсчетам Sunday Times, стала уже больше, чем в 2017 году. Чем для мира чревато вот такое огромное количество беженцев и иммигрантов, которое появилось в результате этой войны? Это тоже итог, особенный такой новый итог этого года. Если мы исходим из перспективы о том, что большинство из этих людей не смогут или не захотят вернуться в свои дома, в первую очередь, конечно, это украинские беженцы, но также и действительно высок процент российских иммигрантов, то я думаю, что мы увидим некоторую новую, ну достаточно крупную, несколько даже диаспоры, белорусская диаспора еще присутствует в Европе, который будет сопоставим по своим последствиям с кризисом мигрантским, который был после войны в Сирии, после первого этапа этой войны. Европе легче принимать украинцев, к счастью, если говорить напрямую, потому что они культурно как бы более близки, это все-таки европейцы. Эти факторы даже в современном мире действуют. И мне представляется, что Европейский Союз прямо сейчас вырабатывает какие-то способы, как с этими людьми мириться, как их ассимилировать, как им предлагать какое-то будущее, при условии, что этого будущего нет больше, в первую очередь, или люди считают, что этого будущего, возможно, нет у выходцев из всех постсоветских республик, которых эта война затронула. И это очень интересный вопрос. Мне пока кажется, честно говоря, что Европейский Союз в результате этого кризиса становится сильнее, потому что у людей достаточно много эмпатии к украинцам, и люди действительно все еще хотят им помогать, несмотря на то, что понятно, что люди устают от войны, европейские избиратели не исключение. Возможно, Европейский Союз становится более сильной, более активной структурой, которая достаточно инклюзивна по отношению к миллионам людей, которые в эти страны приезжают. Следующий пункт. Усилила война, опасение, что в Африке начнется голод, привела к изоляции российской экономики, сделала намного более сложным получение информации о том, что происходит в России, ну это понятно, я думаю, можно это не комментировать, заставила нас больше думать о зеленых технологиях, это мнение Sunday Times укрепило НАТО, дала представление о том, какими будут войны будущего. Вот ваше ощущение, что изменилось в представлении о войне благодаря войне в Украине? Ну, в целом, военные эксперты в течение последних лет предсказывали, что все большее значение в войнах будущего будут иметь беспилотные аппараты, они делятся на несколько классов, бывают беспилотные аппараты летального применения, то есть, собственно говоря, непосредственно оружие, бывают беспилотники, которые собирают информацию, координируют работу других подразделений, бывают автономные беспилотники, наконец, и бывают беспилотники, которые управляются операторами. Я, простите, об этом так подробно говорю, потому что мне в мирной жизни пришлось однажды написать научную статью по этике того, как беспилотные автономные летальные виды вооружения используются в современной войне или будут использоваться. Там достаточно очевидная этическая проблема возникает, кто в конечном итоге принимает решение нажать курок, и кто несет ответственность за то, что это решение принято. Мы видим, что в ходе войны, война в Украине, вообще-то довольно странная смесь, такой второй мировой, тактики, построенные в основном на артиллерийском огне, эти пресловутые орудия 155-миллиметрового калибра. Это такая советская тактика, ведущая свое начало, берущая свое начало в событиях 1941-1945-го. И российская армия, и в меньшей степени, но также украинская армия являются наследниками этой советской школы ведения войны. И вот в эту военную машину, порожденную победой в той войне, на нее накладываются новые способы ведения войны. Массовое применение впервые в Европе, по крайней мере, ракетного оружия. Совершенно преступное и позорное, как мы понимаем, с российской стороны. Ответные ракетные удары украинской армии по российским казармам, складам, штабам и так далее. Это знаменитый «Хаймарс». И третий уровень этой будущей войны — это как раз массовое использование беспилотников. Как правило, достаточно примитивных, но это связано с тем, что у воюющих сторон в данном случае не хватает ресурсов. Если бы обе страны находились бы, если бы это были бы обе сверхразвитые в военном отношении державы, то военного применения беспилотных аппаратов, в том числе летальных, автономных, было бы гораздо больше. И действительно человечество к этому шаг в ходе этой войны сделал. Есть еще много важных пунктов в этом рейтинге влияния войны в Украине на весь мир. О том, как мир изменился за этот год, я думаю, в ближайших эфирах обязательно продолжим, например, с Кириллом же и обсуждать их. Это был Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты Европы.